Всем привет и добро пожаловать в очередной выпуск на канале Элла и Гараж И начну я его с хорошей для вас новости После долгих переговоров с применением веских аргументов Игорь согласился пустить этот мотоцикл в розыгрыш Ребят, да, этот мотоцикл будет разыгран Ну а подробности розыгрыша смотрите дальше по сюжету Еще наверное будет километровый болзек И теряете деньги, теряете свои бизнесы Такая яхта заставляет задуматься Ааа, вот он изъевается, он пришел с пистолетом Блин, я хочу, чтобы он грохнул с этим Влево, блядь Ни хера себе Субтитры сделал DimaTorzok Как вы понимаете, в магазин мы сейчас ходим в таком виде, я думаю и вы Тоже, а вот она плаза перед другим магазином Все пусто, все как будто вымерло Ощущение какой-то прям нереальности Вот что на самом деле сможет сделать обычный какой-то маленький вирус Ну я думаю даже проблема не в вирусе, а именно в самом мироустройстве В этих, блядь, государствах, которые не могут справиться с этой проблемой Тратя огромные деньги, блядь, на военные, бюджетные Никому не нужны авианосцы Здоровье человека Ну это вы разбираетесь уже сами, как можете Сядьте дома, нацепите маску на себя И теряйте деньги Теряйте свои бизнесы Короче, проблема индейцев Волнует только индейцев Продолжаем экскурсию по закрытому на карантин в Майами Смотрите, пляжи все закрыты Так хочется туда подойти, окунуться Водичка такая теплая, но нельзя Там вообще полиция Все перекрыто, видите Вообще все жестко Стоят велосипеды, никому нахрен не нужны Как-то в одном из выпусков я говорил, что я сволочь Ну а вы даже не представляете Какая Смотрите Игорь, ну что, как получается? Сука Он меняет колесо полотником Вот так Крути-крути ручками Попробуй, каково это оно Эти руки не знают физического труда Эти руки не знают Руки Ну у тебя хорошо получается Смотри, как ловко Последний раз колеса менял в армию Я так думаю, в армию он менял колесо пробитое на пробитое Но большой разницы он это не видит Игорь Да, Дим, когда ты мне спорт инвентарь начнешь делать? Скоро Опа-опа-опа-опа О, и Молодец Смотри, как справился Давай Типа издевается Типа человек руками работает Так вот вы Буржуи над людьми Физического труда Издеваетесь Это он про меня говорит Офисный план Понимаешь ли вы Что, тяжеленькая, да? Ай-яй-яй-яй Ой, опять выскочила Да что такое-то Да, они не делятся от нас Не, гайку другой стороны лучше накручивать Игорь А спорим, что я за полминуты эти гайки закручу? Вот оставь вот так У тебя пистолет есть какой-нибудь Да-да, представляешь, есть А-а-а Вот он издевается Он пришел с пистолетом А смотри, как я делаю это вручную Откуда я знаю, что у тебя пистолет на батарейках? Давай Дай, кстати, сам попробую Так, подожди, как он работает? О, е-мое Оно в ту сторону Стояй Ой Ох ты что Ну и обтягиваю полностью Им же Все? Не, не все С тебя 100 долларов За замену колеса За опыт, понимаешь? На обучение у нас платное Ты не знал? Что? Что? О, дай-ка Дай патронов Охренел, что ли? Дай мне патроны О, на тебя нормально будет, да? Да, на меня Это на тебя патроны Давай сюда А то сейчас полицию вызовут Идет, чтобы отходить пистолетами В намордниках и с пистолетами Так, Дима, как вот это? Подожди, дверь закрой сначала Я сам закрою Откручивай Вот эту ручку убери и крути влево Влево, б***ь Старайся Слушай, а ты мне хорошо колесо накачал? Вот такое-то просершее Нет, не очень А как его прокачать? Ну это сейчас надо замерить Давление во всех колесах И докачать Короче, издевается человек, видите? Пришел к нему с бедой А он контент решил подснять Нет, ну ребят, согласитесь Ладно Святое дело Святое дело Качка заставить колесо сменять 100 долларов, конечно, за класс Но за мое участие в этом шапито 200 Я знаю, где у него пистолет лежит Поэтому я думаю, разойдемся по нолям А сейчас мы идем на экскурсию На катер Яхточка О, мой Бог Начали с мотора, с самого главного А сейчас пойдем внутрь посмотрим Пойдем дальше Тут у нас в кухне М-м-м Вау Продолжение следует... Продолжение следует... Нет, реально. Вы можете верить это? Италья. Вы можете представить это? Но это не весит ничего. Нет, нет весит. Это просто для девчонок. Это просто для красоты, а не для... Мне нравятся такие экскурсии, не знаю почему, но такая яхта заставляет задуматься. Правильно ли мы живем? С любой ситуацией, даже с карантинной, можно вытащить плюсы. Такие как, допустим, закрытые ворота в автосервис, все равно нет клиентов, и поэтому я могу спокойно заниматься проектами, которые меня ждут. Но в данном случае это, конечно же, Volkswagen. Ну и с чего начинается любой проект? Конечно же, с того, что отсекаем все лишнее. В данном случае первое лишнее это мотор. Погнали снимать мотор. Вы просили техничку, вы ее сейчас получите. Но тут уже не получится так эффектно, как пистолетом, потому что тут бразильские умельцы закрутили вот такие вот болтики под отвертку. Ну и придется вспоминать, как это делается вручную. Казалось проще, нежели думалось. Катушка, трамбер, карбюратор, все как надо. Если бы не Volkswagen, я бы уже забыл, как это дело выглядит. Еще, наверное, будет километровый болт закручен. А нет, достаточно коротенький. Ну что, встречаем первую запчасть, снятую с Volkswagen. Та-дам! Может, вы розыгрыш? Как думаете? Ну нет, слишком громоздкая, как-то вот неактуальна. Звучит. Конечно же, проводка ее тут, видите, как много, аж целых два провода. Я не буду ее заморачиваться, откручивать, я ее просто тупо перекушу, потому что все равно это все будет выбрасываться. И вот там проводка, новая проводка соединяется со старой проводкой, поэтому это все равно мусор в любом случае. Вот знаете, в этом есть какой-то определенный кайф. Когда ты просто перекусываешь провода, а не, допустим, снимаешь их так, как это положено. Так, будем считать, что проводка у нас AC1. Видите, говорят, что мотор после капиталки, но все равно масло везде течет, сочится. Но выглядит еще так себе, но он так выглядит, потому что он вообще не работал практически. А, да, кстати, этот мотор, он еще слегка даже заводится. Но, правда, недолго, он постоит-постоит, там поработает, ну, 10 и глохнет. Видите, мы меняли карбюратор, но это я уже менял его в Лос-Анджелесе. Также менял я крышку трамблера, но эту ситуацию не спасло. И поэтому мы все-таки приняли решение на них ставить электромоторы. Поехали. Прокатимся. Так, ну, здесь у нас подушку снять еще там что-то. Какие-то болты, стартер отсоединить. Ну, короче, мелочи, я думаю, на часть работы и мы с вами с этой задачей справимся. Вон, видите, масло течет рекой просто. Коробка покрашена, но, видите, течет все. Но, главное, покрасить. Это же самое главное в реставрации автомобиля. Согласитесь? Ну, тут вот не красили, потому что там не доставал, видимо. Ну, тут такая же хрень, такое зрелище, на самом деле. Это напомню я вам восстановление автомобиля по-бразильски. Вот она, видите, старая проводка. Это то, о чем я вам говорил. То есть, с проводкой соединяется где-то тут старая, с новой. И старая проводка идет вот внутри вот тут рамы. И она уходит вот сюда. Видите, здесь устареет. Все родное, оригинальное осталось. Стартер сам снимать, естественно, не будем. Снимем только эту проводочку. Еще вот один вид. Пинус, когда я не снимала, работая, потому что я же работаю электрическим инструментом, он все равно шумит, проводочка. У нас от стартера отсоединена. Давайте будем сейчас обкручивать мотор. С коробкой его будем вместе ронять. Он у нас роняется, он лазит туда вперед, ложится вниз и выходит вперед. Да, да. Без подъемника не очень удобно, но лучше, чем, блин, никак. Кто-то спрашивал, есть ли там какие-то фишки в работе. Типа, почему я техничку не снимаю? Может быть, типа какие-то фишки прячу? Да не, ребят. Просто для меня это, на самом деле, ежедневная рутина. Я реально не могу понять, чего в этом может быть интересного. Но если вы это хотите, то, конечно же, я вам это дам. Бампер у нас практически уже висит. Так, надо лазить отсюда. Бампер металлический тяжеленный, зараза. Нужно сделать это, открутить трос сцепления. Перед этим нужно вооружиться инструментом, потому что он прокручивается. Там такой барашек. Блин, ну вот только не говорите, что вам интересно на это смотреть. Зафиксировал плоскогубцами и процесс пошел однозначно повеселей. Честно говоря, молодого, что Volkswagen, так еще и древний Volkswagen. Но тут, вы знаете, еще как-то все более-менее легко происходит. Вот тут, фу, на удивление. Для упрощения процесса у нас, видите, вот такие вот переходнички есть. И делаем мы это вот так. Вот как-то так, видите. А второе у меня тут на 17. Удивительно, да? Один 15, другой 17. С чего бы это? Подушка у нас отсоединена. Что нам осталось? А, вот это переключение передач нужно отсоединить его. Все, погнали. Вот так. Но его нужно полностью снимать, потому что он в итоге будет цепляться вот этой вот штукой за эту трубку. Ну, у нас есть хитрые пассатижики, которые мы вот это дело можем снять, чтобы не бегать за ключом. Переходничок у нас свободен. И теперь мы отсадим, тут ничего нам не мешается. Все у нас отключено. Второе сцепление на ПДТ. Так. Теперь мы отсоединиться будем откручивать вот эти вот. Потому что мотор будет с ними прям выходить. И потом вот эти вот два болта основных, которые держат мотор. И, в принципе, все. Вот. В итоге нам осталось все открутить. Сколько тут? 4, 8, 10 болтов. Получается, я вас обманул. Обсчитался на целых два болта. Амортизаторы-то я забыл посчитать, что их нужно откручивать. Но для этих вещей мы берем пистолетик чуть побольше. Вот. Обратите внимание, я закручен как. Вы видите, криво. Ломать не строить, да, как говорится. Дальше. Я поддомкратил, как вы видите, всю эту конструкцию, чтобы она мне ненароком на голову не свалилась. Если вы будете снимать мотор от Кольцвагена, вы можете делать так же. Ну, либо можете и не делать. Первый пошел. А тут такой же быстрый, легкий план не удался. Потому что защита мешает. Придется работать отверточкой опять. Не, непривычно это дело, на самом деле. О, вот так-то лучше. Все, где-то болты есть. Но они нам уже не мешают. Последний болт, который держит мотор. Ага, все у нас получилось. Домкрат нас спас. Блин, я хочу, чтобы он грохнулся. Грохнулся прямо на полу. Так, соседи дули. Та-дам. Да, ребят, мы его победили. Ну, в принципе, если честно сказать, дело-то не хитрое. Сейчас делов и мотор вниз. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В общем, ребят, как я уже говорил в начале выпуска, этот замечательный мотоцикл уйдет у нас в розыгрыш. Но так как этот мотоцикл по факту принадлежит Игорю, то и условия розыгрыша будут объявлять соответственно. Дима меня уговорил с помощью монтировки разыграть этот мотоцикл среди его подписчиков. Ну, это была труба, но не важно. Единственное, что я, наблюдая за Димином каналом, я заметил, что у него очень упали просмотры. Количество подписчиков не растет, и Димин канал не приносит ему никаких денег, только забирает время. И он, вынужден, работая на своей основной работе как автомеханик, уделять очень много времени и вниманию каналу, который ничем его не приносит. И он, я так понимаю, начинал подумывать о закрытии канала. Я решил вот этим вот подарком поддержать его начинание и привлечь достойное количество подписчиков, которые Димин канал достоин. Я переведу, если можно. То есть он хочет, чтобы я занимался чисто проектами, не отвлекаясь на рутинную работу в автосервисе. Ну, в принципе, я почему-то за. Знаете, я думаю, будет он. У Димы очень много идей снимать всякую дичь. В первую очередь нужно время, которого у меня катастрофически не хватает. Таким образом, для того, чтобы это время и деньги появились, нам надо помочь ими нагнать количество подписчиков, нагнать количество просмотров. А для того, чтобы у всех у вас была мотивация, вот этот вот классный мотоцикл 2013 года, апреля до Уна, как выяснилось, она 160 лошадиных сил. Мотоцикл почти в новом состоянии. Наверное, всего 2000 миль пробег. Чистый тайтл. Один раз чуть-чуть там что-то он черкнул. В принципе, в идеальном состоянии этот мотоцикл будет разыгран среди подписчиков. Но условия конкурса мы объявим специальным анонсом в следующем выпуске. Именно технические подробности, как будет проходить розыгрыш и что для этого нужно. Сейчас мы можем сказать, что, конечно же, вы должны быть подписаны на мой канал, также на мой инстаграм. Отметить колокольчик. Это в первую очередь для того, чтобы вы смогли быть участниками этого розыгрыша. Но для того, чтобы повысить ваши шансы на победу, мы придумали следующую схему. То есть тех подписчиков, которые вы привели, пусть это будет один подписчик, 10 или 50, эти голоса при розыгрыше... Они кратно увеличат ваш шанс выиграть этот мотоцикл. Да, то есть эти голоса, эти подписчики, они пойдут к вам. Каким образом? Это не просто лотерея, где дача не к вам повернется, либо не повернется, а где ваши прямые действия посодействуют вам в выигрыше этого мотоцикла. Хорошо сказано, подытожил. В общем, мы продумаем схему, как это будет выполнено технически и сделаем отдельный выпуск. Я думаю, это будет следующий выпуск, где мы вам все подробно расскажем. Ну а сейчас мы можем торжественно объявить, что розыгрыш этого мотоцикла начался. Пошел отсчет. Ребят, так как у нас появился мотоцикл в розыгрыше, я тут кое-что подумал. Как вы помните, была затея у нас разыграть Prius, и я решил это все переиграть. Дело в том, что очень многим из вас вообще не нравился Prius. По определению его мне говорили, что это за фигня какая-то там Prius разыгрывает. Ну, не смешно народу. Поэтому следующий розыгрыш будет на 500 тысяч подписчиков. Сейчас мы сделаем с вами такой вот опрос, где вы выскажите свое мнение, что лучше разыграть. Может быть это будет моя Камара, может быть это будет густан. Кстати, вот его Камара, покажи ей, пожалуйста. Это я предложил на 500 тысяч ее разыграть. Короче, ребят, розыгрыш машины будет на 500 тысяч. А что это будет за машина, мы определимся с вами чуть позже. Как вам такой вариант? Устраивает или нет? Напишите в комментариях. Единственное, я хотел сказать, чтобы вы Диму не хейтили за то, что он тем розыгрышем пытается поймать хайп, разогнать свой канал. Идея в том, что он хочет снимать реально дикий контент. И для того, чтобы эти агрегаты строить, делать дичь, нам нужно больше подписчиков и больше просмотров. И тогда контент просто улетит в небеса. По индексу интересности. А если не улетит, то Дима достанет монтажку и пойдет опять менять тормоза. Что у тебя еще там есть? Rolls-Royce, яхта, да? Что там есть еще? Меня еще нет. Я бедный человек, Дима. Да не ври. Последний мотоцикл отдаю. Врет и не красивее. Я вам покажу, сколько народу было за кадром, пока мы писали с Игорем подводку к розыгрышу мотоцикла. Видите, как сейчас у нас происходит? И пока у нас мотоцикл готовится к розыгрышу без приза, в этом выпуске я оставлять вас не намерен. Итак, знакомьтесь. Эта девушка зовут Анжела. И Анжела сейчас разыграет вот этот номер. Да, ребят. У нас есть номер, который доехал с нами из Калифорнии во Флориду. И мы хотим разыграть его на канале у Димы. Правила розыгрыша очень простые. Вы пишите любой комментарий под этим видео. Мы подключим randomizer и случайным образом определим победителя. Все просто. Так что, ребят, пишите комментарии и вот этот номер будет у вас. Ну а сейчас наступила грустная минута расставания буквально до следующего выпуска. И, конечно же, я хотел сказать вам, друзья, спасибо вам огромное за массу теплых положительных комментариев, которые были под прошлым выпуском. Я тронут, ребят, прямо до глубины души. Спасибо вам огромное. Ну и, конечно же, на этой волне я продолжаю снимать выпуски дальше. И удачи будет, конечно же, на вашей стороне. Спасибо вам, ребят, и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok